Итак, мой самый любимый шаблон, я просто вот торчу с этого шаблона, любовь-нелюбовь, любовь-ненависть, любить и ненавидеть. Я просто кайфую, когда я пишу очень много о любви, и все книги пронизаны о любви, и мы все ищем эту любовь, а любовь, она всегда с вами, даже когда вы ненавидите, вы так это любите. Давайте потрансформируем, почему любовь и есть нелюбовь, почему любовь — это ненависть, почему ненависть — это любовь, почему ненавидеть — это очень сильно любить. Я не буду сейчас через образы эти делать про любовь-нелюбовь, давайте я просто расскажу. Это же так интересно. На курсе сейчас «Все, кто трансформировал этот шаблон, вас немного унесло не в ту степь». Знаете почему? Вы начали шаблонно рассуждать, потому что очень много шаблонов у вас в голове, и, наверное, мне кажется, надо критическую массу шаблонов сначала трансформировать, чтобы потом добраться до этого шаблона. Мне надо было, наверное, дать его в самом конце, но ничего страшного. Как надо, так и дала. Как получилось, так и вот. Вот что получилось. Любовь и ненависть. Нет, давайте все-таки дорасскажу вам. Вы любовью наделяете все, что угодно, но не саму любовь. Вы приписываете любви очень много шаблонов, которые с ней не связаны, привязки различные, какие-то чувства, которые к любви не имеют отношения. Как круговый квадрат пытаетесь пририсовать, как длинному сильный, как, я не знаю, смелому время. Ну, то есть вообще непересекающиеся вещи. Ненавидеть — это не видеть. Любовь — это видеть, а нелюбовь — не видеть. Но то, что мы не видим, это не значит, что этого нет. Мы же с вами творим каждой свою реальность своим наблюдением. Сейчас картинку я выше скидывала. Один предмет. Если посмотреть с определенного ракурса, например, прямо, это будет квадрат, так посмотреть, будет круг, так посмотреть, это будет что там, треугольник. Таких картинок масса много, я уже не помню, какую именно я вам скинула, или что там на ней было. Вчера скидывала, что там на ней было изображено. Когда мы смотрим с разного ракурса, например, на того же слона, я вижу мордочку, а кто-то сбоку смотрит, мордочки не видит, видит совершенно другое. Кто-то сверху на него посмотрит, кто-то сзади. И у каждого будет своя правда. И их правда для нас является ложью, потому что, ну как так, мы другое видим. То есть вы уже очевидно понимаете, что каждый видит мир по-своему, через призму своего мышления, через свои программы, через свои картинки мира, видения, опыт. Мы выхватываем из пустоты, можно так сказать, из нечто, в котором всё есть, и одновременно этого нет. Мы создаём сами своим видением, сами своим мировоззрением, создаём то, что мы видим. То, что существует в конкретном нашем мире, у каждого, существует что-то своё, и по-своему, и по-другому. И наши миры никак не пересекаются. Мы видим каждую свою только картину мира. Мы видим, смотря на одно и то же, совершенно разные вещи. И воспринимаем их по-разному, и чувствуем их по-разному. Не только видим, слышим, чувствуем. У нас вообще картина мира другая, не похожая. И мы пытаемся навязать каждый раз друг другу эту картину мира, конечно же, и смех, и грех. И никак не получается. Всё время что-то доказываем друг другу, хотя мы все правы. Я вижу одно, другое видит другое. Или вот как картинка «Жираф» рисует картину девушки и льва, но он высокий, вернее, шея длинная, и глаза сверху смотрят вниз. На картине полное несоответствие. На одной картине только круг красный нарисован, потому что девушка в красной шляпе. Вот он увидел сверху круг, круглую шляпу, вот он её нарисовал, он девушку за этим не видит. И льва он тоже нарисовал, очень странный, похожий на кое-какой мужской орган. Хотел сказать, кое-какой орган, потом добавил мужской орган. Вот, но у него смешная картинка получилась, а левы в недоумении. Ну, типа, это чё, я? А жираф так видит, понимаете? Он не может видеть по-другому. Он сверху смотрит, когда рисует картину. Ручки у него там, копытца. Что у жирафа? Вообще, что у жирафа? Он своими конечностями там внизу рисует, ну, и его девушка воспринимает со львом, ну, как на равных друг друга видим. А глаза у жирафа вообще в другой стороне. И смотрит по-другому, сверху. Так вот, мы создаём этот мир своим видением, понимаете? А ненавидеть, это когда мы смотрим на что-то, то, что мы создали, ну, потому что всё, что вокруг нас есть, создаём же мы. Мы своим видением это создаём, даже если это по-другому всё. Но мы видим так, как мы видим, и, соответственно, мы создатели своего видения, понимаете? Мы создаём, вот вокруг есть всё, но мы видим только что-то определённое согласно сознанию, нашему слепку, нашему сознанию, вот видим вот проекцию эту. И мы видим буквально вот всё, что у нас в голове есть, да, мы это отражаем и буквально прям, даже никакой буквально, фактически видим то, что есть в нашей голове. Если мы о чём-то не слышали, не знаем и даже понятия об этом не имеем, мы это не увидим, даже если это будет перед нами маячить. Так вот, ненавидеть это тело, чувство наше это показывает, что ты создал это, ты это сделал, ты это даже видишь, но ты просто не хочешь это видеть, ну не хочешь. Наше видение, которое является любовью, любовь — это не привязка к человеку, это не бабочки в животе, это не то, что нам нравится. Любовь — это канал, да, нашей духовного и материального мира, связывающий вот с этим миром нас, да, любовь — это канал сотворения, по которому наше видение проходит. То есть мы любовью творим, творим вниманием, любовью одно и то же. Наше внимание фокусируется на чём-то, то, что мы выхватываем из простоты, наделяя это чем-то, называя это, давая ему определение, давая ему суть, определяя какие там свойства, то есть это мы всё в голове с вами воображаем, соображаем, наделяем и видим это. И вот этот процесс называется любовью, то есть мы творим любовью, мы создаём любовью. Это не «я люблю Максима», или там «Олесю», или ещё что-то. Нет, это слово, которое определяет наше творение. Это канал, по которому наше видение, может так сказать, происходит от духовного в материальный мир, по которому проходит дорожка нашего видения. Как ещё по-другому можно сказать? Любовь — это процесс творения, процесс называния, процесс определения, процесс давания вот этому всему суть какую-то, процесс появления, проявления, процесс явления в нашем мире чего-то. То есть мы так творим с вами, определяя из ничего что-то сотворили, мы увидели. Соответственно, мы наслаждаемся процессом своего творчества, мы любим это, потому что это сделано из нас, нашим видением, нашим мозгом, нашей душой, нашим, там, не знаю, высшим я. Это наше творчество, которое мы сотворяем. То есть наш мир — это наше творчество. А ненавидеть — это когда ты смотришь на что-то, и тебе это не нравится. Ну, ум нам так подсказывает. Но мы же это видим, мы же прошли все этапы процесса сотворения вот этого, то, что нам не нравится. Без любви, без этого процесса мы не могли бы это сотворить. Просто мы не хотим принимать то, что мы это сотворили. Поэтому нам тело, чувства наши, мозг сигнал подаёт, что ты всё равно это сотворил, это всё равно твоё. Тебе всё равно на это надо обратить внимание. Вернее, ты уже достаточно уделил этому внимание. И продолжаешь уделять, но отпираешься от этого, что ты это ненавидишь, тебе это не нравится, ты этого не хочешь. Но ты это сотворил, и мы же не просто так всё творим, у нас нету ничего ненужного, оно просто есть, и мы должны принять, что мы это сотворили, у нас это есть, и это нам почему-то нужно. Мы не хотим принимать творения свои собственные, да, мы не хотим принимать часть себя, потому что всё, что мы сотворяем, это часть нас, часть наших, часть нас, вышла из нас, вышла прям, из глаз вышла, да, вышла из чувств. И ненависть это та же самая любовь, потому что всё, что вы ненавидите, этот процесс, это весь создан любовью, вот, просто не хотите на это смотреть, но любовь, как была в этом, так она и осталась, никуда она не делась. Чем больше вы ещё и ненавидите, тем больше внимания этому даёте, и прям этим вниманием прям обвиты, укутаны в это внимание, вы бесконечно то, что ненавидите, прям обмусоливаете, настолько много даёте этому внимания, любви своей, вот, сотворяете, продолжаете это творить дальше, чтобы отсюда внимание не уходило, но зачем мы всё время своё внимание в ненависти держим, да, вот я не люблю эти помидоры, не чтобы сказать, что я люблю эти огурцы, которые рядом лежат, нет, мы не скажем, что мы любим огурцы, мы будем говорить, мы не любим эти помидоры, нам обязательно нужно обратить внимание на то, что мы не любим, а то, что мы любим, мы как априори пропускаем, то есть, это само собой разумеющееся, это, ну, как бы так естественно, и зачем об этом говорить, а вот то, что я не люблю, я лучше об этом буду почаще говорить, но зачем нам так нужно, да, зачем мы туда внимание бесконечно, почему мы так же не пропускаем всё, что сделано с любовью и любимо нам, да, почему мы ненависть так не пропускаем, мимо, как само-самое разумеющееся. На то она и ненависть, на то и сигнал от тела, задержись на этом, обрати внимание, тебе это нужно полюбить, принять, да, зачем ты это создал с любовью, для чего тебе это нужно. То есть наша ненависть держит нас всё время фокусом внимания на ней до тех пор, пока мы не поймём, что это наших рук дело, что мы это сотворили с любовью, что мы это любим ещё больше, чем любим что-то другое. Потому что если бы мы любили больше другое, мы бы внимание отдавали туда. Но нет, наше внимание фокусируется бесконечно на том, что мы не любим и ненавидим. Чем больше ненавидим, тем сильнее приковано наше внимание. А получается, значит, что мы это сильнее всего любим, так как поддерживаем существование этого своим вниманием. любовь это просто сотворение и удержание внимание до чтобы это было это существовало в нашем поле зрений в нашем поле наших чувств вот поэтому что делать с ненавистью то если это и есть любовь до до конца осознать чтобы принять для чего я этого хочу зачем мне это надо зачем я это сотворил в ненависти любви даже больше понимаете потому что то что вы сотворяете с любовью и сразу принимаете вы на этом никогда не циклитесь вы циклитесь только на том что больше всего не нравится чтобы это это по хорошо это хорошо циклиться на том что вам не нравится чтобы циклиться до тех пор да пока вы это не полюбите полюбите вернее вы и так это любите не осознайте умом для чего вам это нужно зачем вы это сотворили, зачем вам нужно держать на этом внимание, чем вам это поможет. На этой ситуации, на себе, неважно, на каких-то чувствах. Мы можем ненавидеть с вами все, что угодно, можем ненавидеть яблоки, можем ненавидеть каких-то людей, можем ненавидеть обстоятельства, можем ненавидеть чувства, поступки, действия, характер, что угодно. Вот любое слово берите, да, кто-то это ненавидит, кто-то это любит. Обычно мы обращаем внимание на то, что любим, только тогда, когда нам помогут на это обратить внимание. Ну, там спросят, допустим, а что ты любишь из еды, ты вот скажешь, окей. Но сами по себе мы никогда не обращаем внимания на то, что вокруг себя сотворили, потому что оно для нас нейтрально. Мы сотворили и приняли оно нейтрально. Ну, принять это значит согласиться, что это существует, что оно есть. Оно есть и есть, ну и всё. Поэтому мы не обращаем на это внимания. А вот на нелюбовь мы не соглашаемся в существовании этого, что оно зачем-то нам нужно. Мы хотим это выбросить, выбросить, понимаете, отрезать от себя то, что мы ненавидим, убрать из своего поля зрения, убрать из жизни. Но так как это часть нас, мы творим из себя это, мы просто хотим как бы отрезать руку, которую мы ненавидим вдруг. Почему? Непонятно. Мы её ненавидим. Почему? Тут тоже есть причины. Давайте поговорим именно, зачем мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы обратить внимание на то, что мы хотим эту руку отрезать от себя, выкинуть, вышивнуть, не использовать её. Ну вот она давно бесхозная, правая рука висела, мы всё делали левой. Ну это же неудобно. Нам нужно в помощи две руки, а мы её ненавидим. И будут всё время создаваться нами, нами, не кем-то, нами. Ситуации, чтобы мы обратили на эту руку, которую мы ненавидим, пристальное внимание. Всё время создаём эти обстоятельства. Она будет нам мешать, она будет бить нас по лицу, потому что она бесхозная, мы о ней забыли, мы ей не пользуемся. Она будет делать с нами всё, что угодно, мы её будем ненавидеть. И чем больше мы её ненавидим, тем больше внимания она на себя будет просить, что, ну блин, обрати внимание, я могу помогать левой руке, я могу быть использована тобой, я тоже имею право на существование, ведь ты меня породил, ты же меня зачем-то создал. Ну, неважно, предмет это, или чувство, или слово, или действие, или другой человек, чужой мир, свой, неважно, всё будет искать внимание вашего бесконечно. То есть вы забыли про руку, да, левую любите, а правую нет. Она будет всё время пытаться отвоёвывать своё право на существование. А каким образом? Она начнёт делать всё, чтобы вы на неё обратили внимание. А что она будет делать? Бить его по лицу реально, щипать, вырывать вам волосы, пакостить будет. Для того, чтобы вы, блин, заметили, что мы делаем обычно, когда мы что-то не любим. Мы ещё больше злимся, ещё больше отрицаем. И эта вот рука нас задолбает. Она будет закрывать нам глаза, будет там закрывать нос, будет закрывать рот, будет закрывать ещё какие-то места. Лишь бы, блин, как-то её мы могли переубедить, принять, дать ей какое-то новое использование, да. То есть она начнёт там закрывать глаза. А мы такие, блин, да займись уже чем-нибудь, хватит мне глаза закрывать. Возьми, пожалуйста, там ручку, начни писать, начни рисовать, начни помогать левой руке что-то держать, что-то делать. Мы будем искать ей применение, чтобы она нас не долбала. И потом это может уже перерасти из ненависти в любовь. И мы уже перестанем её замечать. Рука перестанет нас тревожить, перестанет нас бесить. Потом это всё сойдёт на нет. Мы пойдём дальше искать вещи, которые мы ненавидим, чтобы опять их признавать, что да, мы их сотворили, они зачем-то нужны, не просто так. Каждое наше действие, каждый песчинка в этом мире создана для нас, для чего-то нами, для естественного хода жизни и его использования в этом процессе жизни, понимаете? Поэтому ненависть — это та же самая любовь, которой вы сотворяете это. Но просто он не хочет это применять. С нами какие-то ситуации случались, например, в детстве. Такой пример. Кто-то подавился косточкой рыбной. Ей всю жизнь ненавидит рыбу. Но он её ненавидит не потому, что это рыба, и она ему не нравится, а потому что у него с детства есть такой паттерн, что можно ещё раз подавиться, а это небезопасно. Поэтому мы её не любим. У нас все вещи в жизни, которые мы не любим, неважно какие, связаны с каким-то событием, с какими-то обстоятельствами. И вспоминаем эти обстоятельства. Мы даём оценку, что это плохо, и мы начинаем это отрицать. И чем больше мы отрицаем, тем больше это лезет наружу. Чем больше это лезет наружу, тем больше мы начинаем беситься и ненавидеть. А оно просится только для того, чтобы мы по головке погладили, заметили и осознали, почему это хорошо, для чего я это создала, как это применить, в чём здесь суть. Потому что всё, как и вы сами, мечтает быть нужными. Всё живое, неживое, мечтает быть нужными, желает быть нужными. Потому что без нужности нашего существования бы не было. Если я никому не нужна, мои проявления не нужны, моя жизнь не нужна, не ценна, то что мне делать в этом мире, если никто не примет от меня углекислый газ, не примет моё желание какое-то работать, не даст мне работу даже банально придумать, не примет от меня, ну, моё существование, я не нужна, да, я не смогу, блин, ни ходить, ни учиться, ни жить, вообще ничего не смогу сделать. Точно так же, если мне ничего не нужно, ну, вот ничего, я могу в вакууме жить просто в эфире, мне не нужна вода. Человек, который создаёт там воду в бутылках, например, его существование перестаёт быть, ну, вообще, осмысленным, ну, то есть, как бы, если моё умение делать бутылки, добывать воду и складывать в эти бутылки, никому не нужно, как я буду жить, если я умею только это? А это никому не нужно. Как он будет себя чувствовать? Ну, и вообще, любые проявления людей, которые не проявляют, никому не нужны, да, они тогда не могут взять. Если они не могут ничего дать, они не могут взять. Шаблон дать взять мы с вами, по-моему, проработали уже. Да, и в каких-то эфирах недавних тоже было про дать взять, и посты неоднократно писал, что если нужности в чём-то нет, эта вещь становится, человек живой, неживой, становится бесполезным. И тогда существование становится бессмысленным. И невозможным, вот так бы даже я сказала. И мы пытаемся все вещи, которые мы не признаём, сделать бессмысленными, невозможными, убивая в себе часть себя, потому что это просто наше проявление. Мы есть то, всё, что мы создаём. И мы сами созданы, как просто клеточка вот этого, всей вот этой вот системы. И вот представьте, если все докажут почке, что она не нужна, умрёт весь организм или любой клетки, да, она заболеет, перестанет функционировать, проявлять свою функцию, уникальную функцию, то вся система встанет, как часы, вытащил ненужный болт, который не нравится, и перестаёт работать всё. Мы даже времени не можем посмотреть. Часы встали, они не рабочие. Они как бы есть, но их как бы нет. Функции часов нет. Это бесполезный мусор, хлам ненужный, который идёт на утилизацию. И вот всё, что существует в этом мире, требует к себе внимания. Для того, чтобы мы это признали. А как нам признать то, что требует внимания? Если всё, что создано с любовью, нами игнорируется. Ну, конечно, нас взбесить, чтобы мы это ненавидели. Мы хотя бы хоть таким образом обращаем на это внимание. То есть мы не хотим это видеть, это просто обычный сигнал. Ты не хочешь это видеть, ты это создал, это есть, это существует, это нужно. Примени. Вот тебе, пожалуйста, примени. Что здесь ещё добавить? Если вы то, что я сейчас сказала, не до конца поняли, как обычно, прошу, напишите комментарии, да, и вопросы. Может быть, не вторую часть про это записать эфира, ответив на все вопросы, которые я там услышала, что там недопонятно вами. Почему любовь — это не любовь? Что это одно и то же. И то, и то вы создаёте. И то, и то вы видите. И то, и то существует. Это просто процесс. Просто на одном процессе у вас одна реакция, на другом процессе у вас другая реакция. Потому что одна признанная сторона, а вторую вы не признали. Вот и всё. Не понимаете, зачем оно нужно? А оно нужно. Во-первых, вот это, то, что вы создали, ему нужна нужность. Неважно, одушевлённый ты или неодушевлённый ты, нет. Иначе смысла существования нет. Но оно уже появилось, а умирать никто ничего не хочет. Даже камень. Зачем он умирать? Он будет и вечно лежать. Тоже зачем-то нужен природе. А мы часть природы с вами. Вот. А то, что вы про людей пишите, там, одного человека люблю, другого ненавижу, здесь не про любовь. Здесь привязки, здесь закрыть свои нехватки другими, чужими. Когда вы говорите, что вы кого-то любите, это враньё. Вы любите чувства, которые он в вас вызывает, и ту пустоту, которую он в вас заполняет. Но когда вы будете самодостаточны, но не в том смысле, как вы это имеете в виду постоянно, что вот я умная, я красивая, или умный, красивый, богатый, и поэтому самодостаточный, сам несу за себя ответственность, мне самим собой хорошо. Это не про это. Самодостаточность — это когда ты принимаешь весь мир таким, какой он есть, и понимаешь, все чувства принимаешь. И понимаешь их, зачем они нужны. Используешь всё, ничего не отрицаешь. Всё для тебя нейтрально, и имеет место быть в каждый момент времени, используя что-то из той крана стили, из той на пользу. Ты ничего не отрицаешь. Тогда в тебе достаточно всего, и ты не хочешь извне это поиметь. Когда мы хотим любви, требуемых от этого мира, от людей, в нас просто этой любви не хватает, то есть внимания вот этого не хватает, признания себя не хватает, что мы целостны. Мы просто очень много всего отрицаем, и вот в нас это пустота. И мы требуем внимания от других, любовь от других, чтобы заполнить у себя. То есть мы всё используем с корыстными целями. Вот я его безумно и искренне люблю. Нет, ты любишь в себе пустоту закрывать. Мы все любим всех одинаково, ни больше, ни меньше. Просто ваш ум начинает делить. Этого я сильнее люблю, этого чуть-чуть, этого вообще ненавижу, и так далее. Но на самом деле всех людей, которых мы наблюдаем, мы сделали с любовью, мы создали с любовью. Мы их любим одинаково, как часть себя, ни больше, ни меньше. Кого-то там бомж это или папа. Разницы нет. У нас одинаковые к ним чувства, но мы своими шаблонами эти чувства начинаем подгонять. Где-то громкость убавили, где-то добавили с этими оценками, потому что кто-то вашу пустоту закрывает, кто-то не закрывает. Вы просто оценками и шаблонами смотрите, да, и оцениваете, любите вы его или не любите. На самом деле, да, любовь — это просто путь сотворения, наделения, называния, давая определение чему-то. Это не привязки, понимаете, не привязки совершенно. К ним это отношение не имеет. Все персонажи, лишь ваше отражение, и они нейтральны, как я любила раньше говорить. И сейчас иногда Микки Маусы ваши просто в зеркале вы видите себя, каждого человека. И один просто зеркалит вам какие-то темные стороны, которые вы в себе признавать не хотите, поэтому вы его ненавидите. А другой человек отражает вам какие-то светлые стороны, на которых и обращать-то особо не надо. Вы и так их используете, вы так их любите. Они и так у вас признаны, эти части ваши. Когда вы целостный, и вам не нужно добирать любви, энергии, внимания, ещё чего-то, неважно, вот этих вот чувств, вы начинаете всех любить одинаково. Но это, наверное, не в этой жизни. Пока кто-то до этого дойдёт, я не знаю, сколько тысяч лет должно, наверное, пройти. И у меня ещё так не получается всех любить одинаково. Я только учусь, понимаете, я только начинаю это осознавать, но практически это всё же нужно пробовать, делать, и на это нужно время. Я не считаю себя каким-то просветлённым человеком, который так живёт. Нет, я вообще так не живу. Живу как среднестатистический человек, как все, со всеми своими такими же проблемами, как у вас, бесконечными. Вот. Просто я рассуждаю, осознаю и потихонечку учусь применять. Но чтобы я на 100% всё это применяла, нет. Я не лучше, не хуже вас. Мы все с вами одно целое, понимаете. Сравнивать бесполезно никого, ни одного другим. У каждого своя функция, у каждого своя польза, у каждого своя нужность, каждый вносит свою лепту. И мы как круг и квадрат с вами. Нельзя сравнить, что лучше, кто умнее, кто сильнее, потому что это всё дело относительное через только наши с вами шаблоны мышления, наши оценки, которые мы даём. Поэтому, ребят, любовь, нелюбовь, это одно и то же. И не надо уходить в крайности. «Ой, я люблю, не могу, всё жить, без него не могу». Это полная нелюбовь к себе, что вы жить не хотите из-за того, кто не хочет давать себя доить на энергию и на внимание. Кто не хочет вам отдавать свою жизнь, которую ему нужно самому проживать, а не только под вашим тотальным надзором и контролем и ревностью или ещё чем-то. Понятно, всех людей, которых мы очень сильно любим, которые больше всего закрывают наши потребности, они от нас убегают очень быстро, избегают, потому что, блин, человеку свои ресурсы нужны, а не раздавать вот это вот направо или налево, пока очередная или очередной человек своей любовью не заберёт всю энергию, все ресурсы, всё внимание, всё своё время. не будьте эгоистами, не забирайте у людей их, их жизнь и перестаньте требовать вообще, заполните свои пустоты сами, своими чувствами. Если есть люди в окружении, которые наполняют вас теми чувствами, которые вам нужны отлично, но не надо их душить, чтобы они это вам отдавали силой, не надо силы прикладывать. Это происходит автоматом, они просто рядом, не почему, и вам хорошо. Но когда вы начинаете требовать, когда начинаете это внимание выпрашивать с жадностью, просто отдай мне своё внимание, ты что, меня не любишь? Ты должен быть только со мной или должна? Вот эти долги не сбирайте у людей, они вам в кредит ничего не давали, поэтому ничего не надо...